МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Здравствуйте! Вы смотрите информационную программу Республика в студии Галины Титарчук. Сегодня в выпуске. Тепло, тепло, горячо. Горячая вода станет дороже, но не для всех. Доступная среда. Спортсмены-инвалиды получили дополнительное оборудование. С любой травинкой хочется дружить. У столичных лесопарков сменился хозяин. Ставка на безопасность и здоровье. Такие серьезные заявки делают в Министерстве образования. В этом году в Чувашию продолжится масштабное переоснащение учебных заведений. В бюджете заложены средства на реконструкцию столовых и спортивных залов. В прошлом году в современных условиях дождались ученики каждой третьей школы. На очереди еще 70 с лишним. Задача куда глобальнее – обеспечить эффективную безопасность детей на уроках. Акценты сегодня расставили на расширенной коллегии Министерства образования. От ремонта косметического до закупки самого дорогостоящего оборудования. Ученики 300 школ Чувашии в прошлом году почувствовали на себе все плюсы программы модернизации. Где-то забыли о проблемах с протекающей кровлей, где-то вместо старых печей установили современные параконектоматы. В некоторых столичных школах сделали большой шаг к инновациям. За обеды там ученики расплачиваются и вовсе карточками. Сделано немало, но проблем еще достаточно. В прошлом году мы начали оснащение спортивных залов новым оборудованием. Это тоже безопасность. Кстати, слово сказать, у нас количество травм возросло. Это тоже говорит о том, что мы не все сделали для того, чтобы на спортивных занятиях или спортивных залах обеспечить сохранность здоровья наших детей. В этом году мы ставим задачу для того, чтобы в школах появились теплые туалеты во все школы. Ставим задачу, чтобы еще 75 школьных столов современным оборудованием оснастить. Но это, я хочу сказать, это не полностью закрывает все проблемы. Естественно, особенно проблемы спортивных залов, бассейны у нас, которым требуется восстановление. Я думаю, ближайшие перспективы, шаг за шагом эти вопросы тоже будем решать. На безопасность и здоровье чувашских школьников вновь направляют большие средства. Цена вопроса более 500 миллионов рублей из федерального и 20 миллионов из бюджета республики. В этом году некоторые сельские школы планируют оборудовать видеокамерами. Сейчас они в диковинку для 500 учебных заведений. Задачу опять ставим на 2013 год, чтобы видеокамеры поставить во всех школах, прежде всего, где проводится единый государственный экзамен. Все-таки мы хотим, чтобы во время единого государственного экзамена была обеспечена информационная безопасность, в том числе, чтобы видеонаблюдение позволяло прозрачность этих экзаменов обеспечивать. Это первое. Но в том числе очень важно, чтобы видеокамеры стояли на входе в школу, и в детские сады, и по периметру. Это тоже актуальная тема. С каждым годом ужесточаются требования пожарной безопасности. Противостоять взгораниям теперь будут не только датчики, но и новейшая система оповещения. Сигналы ЧП в считанные секунды поступят на пульт дежурного. Реагировать на пожар огнеборцы будут в разы быстрее. Особенно это поможет школам, отдаленным от частей. Как сотовая связь действует. Если они каналы отключатся, то они пойдут в обход и все равно дойдут до пожарной части. Эффективность показана. У нас только за прошлый год пришло более 10 телефонограмм. Мы сказали, что данная система позволила уменьшить время реагирования, позволила провести эвакуацию людей. Пожар происходит без ведома даже. Вахтеры, еще даже директор не может не узнать. Но мы уже выезжаем на место пожара и наши пожарные машины несутся к месту выезда. Правда пока к новой системе подключены только три чебоксарские школы. За год их станет больше в разы. Во главу угла поставлена еще одна важная задача, которая напрямую касается здоровья всех учеников. До конца учебного года необходимо завершить процесс лицензирования школьных кабинетов. Министерство образования признает, что эта работа пока продвигается черепашьими шагами. Процесс необходимо ускорить. Дмитрий Ковалев, Александр Петров, Республика. Повышение тарифов – злободневная тема. Для многих она превращается в уравнение со многими неизвестными. Как, сколько и за что мы будем платить в 2013 году – рассказали журналистам на брифинге представители службы по тарифам, госжилинспекции, Минстроя Республики, управляющих компаний. С Нового года жителям Республики начали приходить новые квитанции за услуги ЖКХ. С дополнительными строчками – тепловая энергия, компонент на теплоноситель и компонент – тариф на холодную воду. Если ранее устанавливался единый тариф на горячую воду, то теперь в зависимости от системы водоснабжения – открытой или закрытой – будет начисляться плата по двум компонентам. Горячая вода отбирается напрямую из системы отопления. Вот эта система считается открытой схемой. В этом случае, как в виде горячей воды, потребителям поступает химически очищенная вода, которая подготавливается специально для технологического оборудования ресурсов набрающих организаций. А при закрытой схеме вода идет по четырехтрудной системе, она напрямую из системы отопления не отбирается. Она подготавливается либо на источнике теплоснабжения через те же самые водоподогревенные устройства, либо через байнера, которые установлены в многоквартирных жилых домах. Холодная вода из сети берется. Она подогревается через теплообменники тепловой энергии, которая поступает из системы теплоснабжения. Причем выигрыши остаются те жители, которые живут в домах с закрытой системой. Для них куб горячей воды будет стоить 74 рубля. Жителям многоквартирных домов с открытой системой, а их столицы в три раза больше, придется выкладывать по 93 рубля за куб. В итоге у нас оказались выигрыши дома, если так грубо сказать, старой застройки. Это с закрытым водоснабжением. Все новые микрорайоны, которые снабжение происходит от котельной, они остались в проигрыше. Просто такая цифра у нас, что мы выставили жителям до начислить на эти 39 домов порядка 400 тысяч рублей до начисления свыше того, что было ранее. Жильцы многоквартирных домов только начали получать новые квитанции и подсчитывать свои расходы. А в госжилинспекции и управляющих компаниях уже готовы к шквалу звонков от горожан и заверяют, что постараются ответить каждому. Галина Титарчук, Андрей Спиридонов, Республика. Приоритетным направлением социальной политики в России является реабилитация людей с ограниченными возможностями. Программа «Доступная среда» помогает особенным людям чувствовать себя увереннее и вести нормальный образ жизни в обществе. Всего за два года существования программа принесла свои плоды. Тренировка будущих чемпионов в Чебоксарах происходит именно так. Удивительное упорство, уверенный взгляд и желание бороться уже делают ребят победителями не только на соревнованиях, но и в жизни. Детско-юношеская спортивная адаптивная школа на протяжении многих лет позволяет детям с ограниченными возможностями поверить в себя и в свои силы. Федеральная программа «Доступная среда» дает возможность выйти на новый уровень. Она уже действует два года, но только за прошлый год потрачено более 5,5 миллионов рублей на улучшение материально-технической базы школы. В этом году на эти деньги мы приобрели большой автобус для командирования детей на соревнования, закупили спортивный инвентарь по пауэрлифтингу, такого в республике нет, специализированный, сертифицированный для международных соревнований и приобрели два стола для настольного тенниса и робот. В 2013 году со стороны федерального бюджета поступит такая же цифра в рамках этой программы, и такая же цифра будет прософинансирована со стороны федерального бюджета. И только что мы сейчас обсуждали с директором школы вопрос развития. Конечно, хотелось бы, чтобы оборудование, которое будет приобретаться, действительно принесло в пользу. Это дает дополнительное внимание к нашим особым детям, к детям, которые, наверное, самые незащищенные сегодня в условиях нашей современной жизни. Школа имени Соколова уже воспитала многих выдающихся спортсменов, среди них и люди с ограниченными возможностями. За три года занятий пауэрлифтингом Олег Белов уже успел стать рекордсменом Чувашской республики весовой категории до 56 килограммов. Его результат почти вдвое превышает его собственный вес. Секрет успеха зависит не только от упорства, но и от правильного оборудования, утверждает спортсмен. Держать удобнее в руках грифы, ногу, прям уже чувствуется, как хорошо держится. Скамейка она как раз для инвалидов, для пода. Тут закрепляется, ноги закрепляются ремнем. Ну, как бы мы ездили на Россию, мы правильно завязались и нам результат не засчитали. Каждое утро, как бы проснувшись, уже тянет в зал. Организм требует, как бы уже все, хочется больше, больше поднять штангу побольше, хочется, конечно. Каких-то достичь результатов. Программа «Доступная среда» действует до 2015 года. За это время вряд ли удастся сделать всю жизнь людей с ограниченными возможностями максимально удобной. Но если реализовать то, что задумано, многим из них станет намного проще. Татьяна Филатова, Александр Петров, Республика. 21 февраля в Чубаксарах откроется ставшая уже традиционной межрегиональная выставка картофеля. В этом году, кстати, она сменит адрес. Все будет проходить на территории универсальной ярмарки по улице Николаева. Под экспозицию отдают весь второй этаж главного павильона. Что еще ждет специалистов и любителей картофеля, рассказали в Минсельходе Чувашии. Как обычно, участники и посетители выставки смогут ознакомиться с новыми сортами картофеля, средствами защиты растений, современным сельхозоборудованием и инновационными технологиями в области картофелеводства и переработки. Последнее направление набирает все больше популярности. Есть программа развития картофелеводства Чувашской Республики, которая предусматривает на три года программу развития трехлетней. И там, в этой программе, у нас предусмотрена вот как раз переработка картофеля уже к 2015 году. Процентов 10 перерабатывать картофеля. Но выход... Почему так мало? Ну, если 900 тысяч, мы производим картофель, 90 тысяч тонн, если мы будем перерабатывать, это уже большой шаг. Ожидается, что в выставке примут участие 18 регионов России, а также представители и дилеры крупнейших фирм из 11 стран мира. Чувашия будет представлена тремя агрофирмами и несколькими фермерскими хозяйствами. Один из крупнейших производителей средств защиты растений, фирма «Август» из Ворнарского района, проведет тематическую олимпиаду для сельхозтоваропроизводителей. Также картофелеводы смогут обменяться опытом и обсудить актуальные проблемы на круглых столах и семинарах. Тем для обсуждения более чем достаточно. Конечно, нам нужны логистические центры. Логистические центры, может быть, по республике оценивают где-то три. И центральные районы республики, южные районы и где-то северные районы. Потому что одному предприятию создать такой логистический центр очень сложно. Это требует больших затрат. Все посетители и участники выставки смогут поучаствовать в дегустации блюд из картофеля. А продажа семенного материала будет организована на первом этаже 21 и 22 февраля. Елена Гальперина, Николай Яковлев, Республика. Лесные массивы в Чебоксарах станут чище. Земельные участки Федерального лесного фонда переходят в собственность города. Эти участки небольшие, по 50-35 гектаров. Содержать их будет городская мэрия. А значит, у лесов появится хозяин. Какие участки переходят в городскую собственность, узнаете из нашего репортажа. Теперь рощи Гузовского, Берендеевский и Обиковские леса, что на южном поселке, лесок возле ДК трактора строителей и напротив ботанического сада, перейдут в ведение города. Сейчас они находятся в собственности федеральных органов лесного хозяйства. В настоящее время 629 гектар земель лесного фонда по становлению Кабинета Министров включены в границы населенных пунктов. Но это еще не перевод этих участков, а только первый этап. Для того, чтобы перевести их из земель лесного фонда в земли населенных пунктов, нужно необходимо подготовить пакет документов и направить их в управление Росимущества в Чувашской республике. Для дальнейшего их направления в Москву. И там уже будет готовиться постановление о передаче их в муниципальную собственность. Не секрет, что количество парков и лесов в черте города влияет на качество окружающей среды. Те, что находятся в процессе передачи, называются защищенные. Они выполняют водоохранные почвозащитные функции и находятся под охраной. После перевода они обретут статус городских лесов. Целевое их назначение останется неизменным. Деревья также, как и прежде, будут защищены лесным кодексом и даже станут более ухоженными и чистыми. То, что леса плохо ухаживаются в границе города, которые должны передаться в муниципальную собственность, мне трудно сказать за Министерство природных ресурсов. Но, судя по всему, раз финансирование у них федеральное, то есть на эти цели не дофинансировали. И поэтому слабый был уход за этими лесными участками. Поэтому, то есть, город, одна из причин городу принять этих леса в муниципальную собственность, чтобы привести их в более благоприятный вид. Когда они перейдут в муниципальную собственность, то будут закладываться определенные финансовые средства на содержание этих лесных массивов. В муниципальную собственность примут еще лесные поселки, которые находятся за Волгой. Они также расположены в лесном фонде. И пока эти участки были в федеральном ведении, приватизировать землю было невозможно. После перевода в муниципальную собственность, жители этих лесных поселков смогут оформить участки на себя. Данифа Тагирова, Александр Петров, Республика. Прокуратура Чувашии подозревает экс-директора коммунальных технологий Виктора Лучинкина в хищении 900 миллионов рублей. В прокуратуре отмечают, что Лучинкина подозревают в хищении путем перечисления этой суммы на счета подконтрольных ему организаций за якобы выполненные работы и оказанные услуги. Это уголовное дело в связи с общественным резонансом было передано для расследования в Следственный департамент МВД России. Напомним, что экс-директор коммунальных технологий, а ныне руководитель аппарата президента госкорпорации «Олимпстрой» в декабре прошлого года был заключен под стражу. Следствие полагает, что Лучинкин выплачивал себе и некоторым руководителям компании завышенной зарплаты, а также заключил несколько договоров, в результате которых были похищены средства коммунальных технологий. Оперативники задержали 52-летнего жителя Канаша, известного в определенных кругах под кличкой «Сынок», который более 11 лет находился в федеральном розыске. Его обвиняют в покушении на убийство. Подробности этой истории в следующем репортаже. Этого мужчину канашская полиция разыскивала 11 лет. Беглес был задержан благодаря профессионализму оперативных сотрудников. Несмотря на молодость, глаз у полицейских оказался наметан. Они заметили мужчину во дворе дома и опознали в нем того самого разыскиваемого. Хотя во всех полицейских ориентировках его фото 11-летней давности. Он пытался представиться под чужим именем, называл фамилии другого человека, своего одноклассника, однако при нем не оказалось никаких документов, в связи с чем он был доставлен в отдел. Все произошло 28 декабря 2001 года. В одном из кафе по улице Московской города Канаша обвиняемый встретился с приятелем. Между ними завязалась потасовка. Он произвел не менее трех выстрелов в ранее судимого жителя города Канаша. Который впоследствии, благодаря оказанной ему квалифицированной медицинской помощи, остался жив. По словам обвиняемого, все эти годы он провел в районах Крайнего Севера. Последнее время работал монтажником строительной организации города Нягань. На малую родину не приезжал. Боялся быть отомщенным. Все эти годы мы его разыскивали. Была у нас оперативная информация, что он проживает в районах Крайнего Севера. изредка, без документов, приезжает сюда. И в это время у нас была информация о том, что возможно находится на территории города Канаш. Свою вину ранее неоднократно судимый мужчина признает частично. Мол, убивать никого не хотел. Сейчас мужчина арестован. Ему предъявлено обвинение. В тот же день предварительное следствие по уголовному делу было возобновлено. Обвиняемый был задержан. По ходатайству следователя в отношении него была избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. Предъявлено первоначальное обвинение в совершении преступления, предусмотренного частью 3 статьи 30, частью 1 статьи 105 Уголовного кодекса Российской Федерации. То есть покушение на убийство человека. Ему грозит наказание в виде 15 лет лишения свободы. Точку в этом продолжительном деле поставит суд. В нашей программе есть рубрика «Мобильный репортер». Каждый, кто запечатлел интересный факт на видео, может принести съемки в редакцию. Телезрительница Анастасия решила проверить, как на самом деле можно зарегистрироваться на федеральном портале госуслуги.ру. По словам девушки, она давно хотела пройти регистрацию на портале, чтобы оформить загранпаспорт. Это можно сделать как в федеральной миграционной службе, так и через портал госуслуг. Телезрительница выбрала более современный способ. Прочитав темы в форумах о том, что процесс трудоемкий и отнимает много времени, задумалась, но от своей идеи не отказалась. Как оказалось, зарегистрироваться было несложно. Она решила не ждать две недели, чтобы получить код по почте. Анастасия подошла в отделение Ростелекома, что на улице Гагарина. Придя туда, она сняла процесс получения пароля на камеру мобильного телефона. Весь процесс у нее занял часа два. Возможно, нашему мобильному репортеру повезло, что так быстро и без задержек ей удалось зарегистрироваться и получить код активации на портале госуслуг. А если вы столкнулись с какими-то сложностями, сообщите об этом в Мининфромполитике. Чем больше замечаний мы устраним совместными усилиями, тем удобнее будет пользоваться электронными госуслугами. Как обещает автор проекта «Погода в Чувашии» Владимир Михайлов, до конца февраля снегопадов не ожидается. Снежная зима вернется в Чувашию ближе к весне. Первая половина месяца будет теплой и сырой. А вот во второй половине станет холоднее. Ночами ожидается до 20 градусов мороза. Будет даже выглядывать солнце. Чтобы в феврале не замерзнуть, кафе Гэллори предлагает провести вечер в уютной обстановке. Живая музыка, конкурсы и фирменные блюда. Некоторые чебоксарцы уже успели это оценить. Подробности в нашем репортаже сразу после информационной программы «Республика». А я с вами прощаюсь. Всего доброго. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин